Вы согласны с этим результатом, что вы здесь вот на данном приборе прошли освидетельствование? Я согласен, что прошел. Мне кажется, что он не правильно. С результатами 0,249 миллиграмма литра выдыхаемого воздуха вы согласны? Много походу. Этот мужчина собственноручно омрачил свои праздники поездкой за рулем в нетрезвом состоянии. Причем это уже второй раз, когда сотрудники госавтоинспекции останавливают автовладельца, управлявшего автомобилем, находясь хорошо под шофе. А это значит, что на этот раз ему грозит уже уголовная ответственность. 3 января 2022 года возле дома 2 по улице Индустриальной города Нефтекамск сотрудниками госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Ладо-2114», за рулем которого находился гражданин 1992 года рождения, житель города Нефтекамск. При разговоре с сотрудниками полиции от данного гражданина исходил резкий запах алкоголя. Данному гражданину было предложено пройти медицинское свидетельство на установление состояния опьянения. По результатам проверки норма допустимого алкоголя превышала два раза. И это не единичный случай пьяной езды в выходные. Сотрудники ГИБДД остановили 10 таких горе-водителей. За новогодние каникулы на дорогах Нефтекамска произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В одном случае произошел наезд на пешехода, но все обошлось. Пострадавший после осмотра врача был отпущен домой. Всего за выходные дни сотрудниками госавтоинспекции было составлено 368 административных протоколов в числе нарушителей и несовершеннолетний нефтекамец. 5 января 2022 года возле СНТ «Энергетик» города Нефтекамск сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2110. При проверке документов было установлено, что за рулем автомобиль находился несовершеннолетний, 2004 года рождения. Выяснилось, что автомобиль он одолжил у своего друга. По данным фактам сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КОАП РФ, а автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Сотрудники госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло еще 24 декабря. В вечернее время неустановленный водитель, управляя черной иномаркой, двигаясь по проспекту Комсомольский в сторону улицы Социалистическая со стороны улицы Строителей, напротив дома номер 7 по проспекту Комсомольский, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1994 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные травмы и была помещена в центральную городскую больницу Нефтекамска, где находится по настоящее время. Водитель с места происшествия скрылся. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией по данному инциденту, сотрудники полиции просят обращаться по телефону дежурной части 02.